В одном прогнившем, пропитанном кровью островном королевстве жила-была королева по имени Екатерина Барр. Она была шестой женой мстительного короля Генриха Восьмого. Не покровительствуй еретикам. Он убьет меня, как мою мать. Он не поступит так с тобой, слышишь? Пять жен, что были до нее, постигла трагическая судьба. Но Екатерине было суждено изменить королевство навсегда. Мы должны восстать и взять то, что нашли. Мы нашли, Энн. Она проповедовала толпе. Не тем, кто над нами указывает нам, во что нам верить. То, как она говорила, восхитило меня. Кэтрин, я молюсь, чтобы никто не видел вас там в тот день. Я верю, что я избрана богом, чтобы влиять на волю короля. Ты должна уехать, если тебя поймают. За такое не сносить головы. Уверена, вы бы придумали что-то изощреннее. Иногда вы будто знаете меня лучше, чем я сам. Мы доверяли вам, Кэтрин, а ваше заигрывание с радикалами могут угрожать стабильности королевства. Ты ведь не желаешь мне вреда? Нет. Не желаешь смерти? Нет, никогда. Его уверенность в твоей слабости, вот что тебя спасает. И что же мне делать? Снести ему голову с плеч. Он требует доказательств против нее, что она предала его. Кэтрин! Ты лжешь мне? Конечно, не лжешь. Ты лгунь я! Ты лгунь я! На что именно вы намекаете? Моя совесть чиста. Бог не хотел, чтобы что-то стояло между ним и его пастрой. Ни епископ, ни священник, ни даже король. Тогда вас сожгут. Она еще ховарнее, чем все прочие. Я всех вас знаю. Знаю. И всех уничтожу. И сничтожу всех. И сничтожу всех. Вы верите в ад? Думаю, мы оба на пути туда. Я готова. А вы? Игра королевы. В кино с 13 июня. Игра королевы. Продолжение следует...